13.05 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я Анна Лапшина. Приветствую слушателей. Говорю здравствуйте гостю нашей студии. Это Владислав Крысов, член общественной палаты, журналист и руководитель рабочей группы «По дорогам», так мы договорились ее называть, группа по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Вот такое более полное название, Владислав. Добрый день. Добрый день. Напоминаю нашим слушателям, что участвовать в нашем эфире вы можете сами посредством сайта эхакирова.ру. Через форму анонсов можете задавать Владиславу вопросы. Вопрос уже есть касается мусорной реформы. Мы к нему чуть позже обратимся. Ну и напоминаю, что на нашем сайте эхакирова.ру после программы будут выложены аудио-видеозаписи. Ну и если повезет, то расшифровка. Если у наших новостников доберутся руки для того, чтобы расшифровать нашу с Владом беседу сегодняшнюю. Я не знаю, я не планировала, честно говоря, говорить о погоде на старте нашей программы, но вот погода сама внесла коррективы. Видимо, все-таки начинать мы будем со снега. Начинать мы будем со снежного коллапса, как так его назвали жители города на прошлой неделе. Ну и вот сегодняшняя история за окном, она не оставляет нам шанса надеяться на то, что сегодня вечером Киров будет прибыл. Судя по тем результатам, которые сделала рабочая группа по дорогам на прошлой неделе, тем выводам, которые сделала общественная палата, надежды у нас нет. Удивительно, но в январе в Кирове пошел снег. Ой, как неожиданно. Да, как неожиданно. Я не знаю, что будет. По крайней мере, вот после работы рабочей группы, вот такая вот татология, да, после я заметил некоторые положительные перемены. Например, там шла речь о том же Октябрьском проспекте, который стал настолько узок, что там не могут проехать два автомобиля параллельно друг к другу. И как нам не говорили, что вот, все там, все в городе в порядке, я потом заметил, что все-таки Октябрьский проспект, например, почистили, да, и там можно было и даже двум машинам рядом проехать. Но на самом деле здесь все-таки мы, члены рабочей группы, выявили некие системные, скажем так, такие ошибки, которые у нас, во-первых, из года в год повторяются, а во-вторых, которые, собственно говоря, и не могут из года в год помочь эту проблему каким-то образом решить. У нас опять снова такая же система оценки, то есть по непонятным причинам получает оценку исполнитель, точнее, не исполнитель, а тот, кто выиграл контракт по очистке, он получает оценку 4,48. Подрядчик, основной подрядчик. Да, то есть это практически идеально. Это из 5 баллов 4,48. Это из 5 баллов 4,48. Мы спрашиваем, ну как так получается, нам говорят, ну это же средний балл. Средний балл это как тот самый анекдот, средняя температура по больнице, да. Нам говорят, ну вот где-то была дорога на двоечку почищена, а где-то и на пятерочку такие тоже были. Ну двоечка с пятерочкой это 3,5 получается. Двоечка с пятерочкой. Ну видимо пятерочек очень много, а двоечек очень мало. С большим количеством плюсов должно быть. Видимо, да. И поэтому 4,5 балла набрать. Поэтому никакого существенного наказания, опять же мы спрашивали, какие штрафы, кто конкретно штраф, за какой участок штраф, нам не ответили. Ну вот сегодня с утра поступает информация о том, что Илья Шульгин на утренней оперативке, глава администрации, сообщил о том, что подрядчикам, которые нарушили требования по уборке городских улиц от снега, предъявят штрафные санкции. Вот конкретики пока нет. Я так понимаю, что речь идет и о зауженной проезжей части, где лежат горы неубранного снега, и о том, что снег не вывозится из города. Ну, кроме того, насколько я понимаю, сейчас призвали подрядчика увеличить объемы вывоза снега до 15 тысяч кубометров снега ежедневно, пока вывозят 10-11. Ну вот не знаю, как эти штрафные меры будут работать. Ну, пока они никак не работают, потому что, а, нам говорят, что не особо много подрядчиков, чтобы их сейчас брать и распугивать, да. Б, такая интересная штука, получается... Ну, как здорово. То есть мы не можем наложить на них штраф, потому что тогда они обидятся и уйдут, и убирать какие-то улицы будет некому? Ну, недословно так говорят, но из ответов можно сделать такой вывод. Вот мало у нас. У нас мало денег, у нас не хватает денег на вывоз. И, кроме всего прочего, в нынешнем контракте предусмотрена сумма за вывоз гораздо меньше, чем в том году. К примеру, даже за год, если брать, что бензин подорожал. И, в общем-то, никто не берется, и люди просто отказываются вывозить снег. Вот так вот нам было заявлено. А когда прописывались условия контракта, об этом что, не знали? Константин Сичихин тут же сразу же задал вопрос, Юрий Львович Лемензон сразу же задали вопрос. Ребята, а где вы были, когда вы это прописывали? То есть каким-то же образом нужно это было рассчитывать? Это А. И Б. Если подрядчик все-таки подписался и выиграл этот контракт, он на него заявился, он сказал, да, я готов, то есть он же просчитал, значит, получается свою прибыль. Там 90 с чем-то рублей за кубометр, по-моему. То есть он это все просчитывал. А сейчас кто-то, получается, говорит, что нет, это слишком дешево, я не повезу. Ну, зачем тогда было выигрывать этот конкурс? Или вот то, что сейчас происходит, это та же история с мусором. Но если вы не хотите, мы не будем убирать. И вот и ходите вы по колено в снегу. То есть это такой некий рэкет, некий... Но выкручивание рук уже получается. Получается какое-то выкручивание рук, и мы видим то, что мы видим. Чиновники говорят, не все провалено. Мы возмутились все, по-моему, не было ни одного человека из рабочей группы, кто бы сказал, что согласился с тем, что... И Шутинов нам заявил, мы считаем, что ничего не провалено. И когда мы услышали критерий, я, к сожалению, ну, вот я такой импульсивный человек, я, правда, перебил его, но я не выдержал. Он сказал, ну, ведь транспорт у нас не встал. Совсем. То есть, получается, плохо это, когда все встало. И вообще, и вообще транспорт не идет. А то, что автобус от точки А до точки Б вместо 5 минут идет 55 минут, это не срыв, считается. Считается, считается. Но он же идет... Ну, это же форс-мажор, Влад. Вот сегодня опять будет форс-мажор. Снег зимой, форс-мажор. Форс-мажор, конечно. Ну, это опять же таки о том говорит, что нету системы. Нету системы ни наказания, ни уборки. Вот давайте к системе контроля все-таки. Я так понимаю, что есть своя система контроля какая-то, отстроенная в администрации. Она год от года там как-то модернизируется, меняется, модифицируется. Есть люди от территориальных управлений, которые ходят там, в том числе по дворам, смотрят где что и как. Я знаю, что рабочая группа по дорогам тоже какую-то свою лепту договорилась выносить. То есть вы пойдете ножками, получается, по городу. Ну, договорилась как, мы, почему-то нас немножко путают, почему-то путают, думают, что вот мы всех хотим, значит, там, обозвать, обругать и так далее. А члены рабочей группы очень четко, ясно сказали, мы не хотим. Мы хотим помочь выработать хотя бы некую схему, систему, по которой можно эффективно очищать город. Поэтому мы хотим пройти в том числе и вместе с той самой оценочной комиссией, которая выставляет эти 4,48 балла. От администрации которой? Да. Мы попросили список, мы попросили возможность пройти с этой комиссией. И мы просто хотим для себя понять, откуда берутся эти 4,48 балла. Когда это будет, когда вы пойдете? Вот сегодня нам обещали рассмотреть этот вопрос. В понедельник господин Ашутин сказал, я решу и вам сообщат. Ну, пока, честно говоря, такого сообщения не было. Но понятно, что тем самым... А вообще критерий один. Мы выходим на улицу, мы видим, что у нас под ногами. Все, вот он критерий. Мы идем по колено, вот я сейчас до вас шел, я шел метров 100, выше ботинок, снег. Все, для меня это критерий. Тропочка узенькая, мы вдвоем с дамой не смогли разойтись, она шла навстречу, я шел к вам. Это критерий. И каждому человеку, мне кажется, тем, кто ходит по улице, мы абсолютно плевать. Какие там критерии средние складываются, от чего он идет по улице, он скользит, он падает, он приходит домой сырой, снежный. Вот все критерии. Я хотела еще спросить уточняющий такой у меня вопрос. Ваши какие-то оценки, они будут вес иметь, то есть как вы договорились с администрацией, или вы только вот в качестве замечаний это все сможете прописать? Мы, естественно, только в качестве замечаний, в качестве рекомендаций это раз. Но, во-вторых, мы все в группе сошлись на том, что, конечно, мы кардинально ничего не изменим. Но это та история, что на той щука, чтобы карась не дремал. То есть вы покусывать будете администрацией? Покусывать, говорить, каждый в своем блоге, не блоге, вот в эфире Эхо Москвы, чтобы чиновники не расслаблялись, чтобы не думали, что все, что называется, прокатит, как это делается часто у нас. Ну, прокатит. Ну, положили так асфальт, ну, прокатит. Хорошо, мы посмотрим вот по итогам ваших первых походов, скажем так, по нашему заснеженному городу. Еще одна история, которая уже связана не с дорогами, связана со дворами. В конце, по-моему, прошлой недели общественная палата подвела итоги акции «Снежный двор». Более 300 жалоб, насколько я понимаю, поступило. И вот дворы – это та как раз история, которая, наверное, даже хуже, чем дороги. Потому что, если центральные улицы чистятся, ну, в отличие от... На перекладной ты до дома доберешься. Как-то ты доберешься, то вот еще попробуй ты, пожалуйста, до подъезда своего дойди ножками и тем более проедь на машине. Жалобы, которые вот вы разбирали, они чего касались в основном? Я посмотрела ВКонтакте, там нет, вот из того, что я первая увидела, нет такого, что вот мой двор завален со среды и прочее, 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 да. Но есть жалобы. Приезжали один раз всего с начала зимы. Не приезжали ни разу. Есть жалобы за зиму ни разу не приезжали, да. Три дня они приезжают и так далее. Ну, это тоже, это та же история. 300 жалоб за четыре дня, вот мне кажется, что это такой достаточно весомый показатель. Я не припомню такой цифры, честно, давно, чтобы столько собиралось жалоб. Возможно, не проводили так массовые вот опросы и сбор этих жалоб. А мне кажется, это очень мало. Их гораздо больше, в принципе. Это просто те люди, которые добрались, не поленились, написали. И мы, если честно, мы сами в таком неком шоке были. Вы по дворам тоже пойдете? Ну, пойдем. Пойдем для того, чтобы посмотреть, меняется что-то или нет. То есть вот по результатам этих жалоб, все эти жалобы были донесены до тех, кто должен убирать дворы до управляющих компаний. Наша задача дальше сходить и посмотреть, насколько оперативно. И то мы даже не смогли распределить все дворы, потому что их слишком много. Вы срок какой-то даете управляющим компаниям, особенно учитывая сегодняшний снегопад? Ну, вот учитывая сегодняшний снегопад, но учитывая, что завтра-послезавтра будет спокойно. Вот именно завтра... По прогнозам пока. Да, по прогнозам. Завтра-послезавтра мы намерены пройти и посмотреть, что меняется во дворах. Сегодня я вот в своем личном дворе не успел позвонить в управляющую компанию, потому что я сегодня в бегах. Но я был, опять же, в очередной раз в шоке. Пощикалку в снегу, где дворник, понятно, что там и трактор, уже молчу. Это центр города? Это район Вечного огня. Район Вечного огня. Влад Крысов в нашей студии. Журналист, член общественной палаты, руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Сделаем сейчас небольшой перерыв и вернемся. Программа «Особое мнение» продолжается. Владислав Крысов в нашей студии высказывает особое мнение. Ну вот мы еще к деятельности общественной палаты. На прошлой неделе две было комиссии, да, вот, то есть заседание рабочей группы по дорогам, что-то было еще. Еще важная была история. Это ЖКХ-контроль, так называемый, Центр общественного контроля за сферой жилищно-коммунального хозяйства. Обсуждали там два вопроса. Те же самые дворы, их уборку, да, и вторая тема важная, это тема газа. Но она больше всего времени заняла, по понятным причинам, сейчас это в центре внимания, есть разные директивы в городах, проверить и обеспечить безопасность. И очень много, кстати, пришло гостей вот на это заседание, это были представители обслуживающих организаций, Облгаз и другие организации, которые как раз занимаются проверками безопасности, были из прокуратуры, из жилинспекции, в общем, там такое количество. Понятно, что эта тема актуальна, и вот, честно говоря, меня там шокировала такая цифра. Пришли люди, которые занимаются, фирма, которая занимается обслуживанием, они рассказали историю, что у нас таких организаций, их два с лишним десятка в Кирове, и компетенция некоторых из них, она абсолютно далека от этой темы, когда приходят люди, которые там всю жизнь занимались, я не знаю, ну, грубо говоря, строил человек всю жизнь забор, и у него есть ИП, а дай-ка я пойду сейчас и буду газ осматривать в квартирах. И вот меня, честно говоря, эта вот ситуация немножко шокировала. Понятно, они оказывают услуги дешевле, понятно, фирмы... А эта отрасль, она что, никак вообще не контролирует? Вот как выяснилось, что там в прокуратуре мы, конечно, там был представитель прокуратуры, он рассказал, что есть уже и заведенные дела на таких лиц, которые вообще не обладали никакой компетенцией, не имели права даже заниматься этим, но услуги свои предлагали, то есть они не имели. Но, тем не менее, оказывается, что там, да, какой-то особой лицензионной работы не проводится, то есть фактически, вот давайте мы с вами сейчас пойдем и откроем фирму и будем ходить... По проверке газового хозяйства. По проверке газового хозяйства, да. И очень такая сложная тема, мы выслушали очень много, и вот мы уже в определенный момент в какой-то тупик, понятно, что это все решается на федеральном уровне, и понятно, что какими-то местными нормативными актами это не решить, но мы вот хотя бы попросили с помощью всех специалистов, которые были, мы мечтаем просто и хотим составить некую шпаргалку. Вот сейчас по квартирам у нас пойдут очередные... Шпаргалка для жителей? Шпаргалка для жителей, да. Во-первых, я вот к стыду, может быть, своему тоже не знаю, чем должен, какой аппаратурой должен обладать человек, который пришел ко мне в квартиру проверять газ. У вас газ? Да. Кто этот человек, что он мне должен предъявить, что он должен конкретно проверить, вот такую шпаргалку для всех жителей области, я думаю, мы совместными усилиями сделаем. К какому сроку примерно? Я думаю, что это тоже процесс займет где-то в течение этой недели. Руководитель группы Сергея Влитина, он пообещал тоже всячески привлечь сюда специалистов. Я думаю, ну вот я говорю, там история очень интересная. И когда люди приводят примеры, что а я вот не пускаю сотрудников, которые стучатся мне в дверь, я говорю, а я бы тоже не пустил. И я тоже, честно, не пускаю, потому что я понятия не имею. Вы сошлись на том, что, по крайней мере, поработать с нашими управляющими компаниями, чтобы делать это вместе. Это должна быть какая-то цивилизованная история, условно. Конечно. Появляется на подъезде объявление. Через неделю в вашем доме будет производиться проверка газового оборудования. Такая-то фирма. Такой-то организации, такие-то контактные телефоны. С такого-то по такое-то время. Если вы не сможете в это время обеспечить доступ в вашу квартиру, пожалуйста, позвоните в управляющую компанию по такому-то телефону. Давайте мы как-то решим этот вопрос и наметим время. Потому что даже одна непроверенная квартира, как мы понимаем, может послужить причиной этого. Мы хотели еще попросить, чтобы в этом процессе принимал участие кто-то от управляющей компании. Понятно, что, допустим, вы и я... Чтобы они приходили вместе. Мы, может быть, их и не знаем, но в каждом подъезде есть какой-то старший подъезд, старший дома. Они контактируют с управляющей компанией. По крайней мере, они видят, что да, этот человек действительно пришел с управляющей компанией. Потому что неслыханное вообще количество вот этих вот и мошенников, и тех, кто просто хочет поживиться на этой теме, которые могут к нам прийти домой, сказать... А вот теперь, Влад, вот такая вот история. Понятно, что памятка, которая будет выложена на сайте общественной палаты, она какую-то там свою позитивную роль сыграет. Но очень большое количество квартир, оборудованных газовыми плитами, это квартиры в пятиэтажках. Мы понимаем, что значительное количество жителей этих квартир, это пенсионеры, которые не имеют доступа в интернет, и, может быть, даже не знают о существовании общественной палаты и Центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Я понимаю, что средств на то, чтобы распечатать эти памятки и как-то их разнести по почтовым ящикам, их нет. Их нет. Их нет. В таком случае, каким образом будет решаться? Ну вот в этом смысле, поэтому мы очень сильно и настаивали, чтобы гораздо активнее велась работа именно с управляющими компаниями, которых вот эта же бабушка, она их, возможно, знает. Если она не лазает в интернет, то когда-то она там пыталась вызвать сантехника, когда-то она там принимала участие в каких-то собраниях, где решали, что во дворе построить, там, лавочку или еще что-то, да, она, по крайней мере, может знать управляющую компанию. И вот в этом смысле тоже попросить, рекомендовать управляющую компанию все-таки поработать. Вот есть еще такая история. Например, сейчас, после того, как будет вывешена памятка, люди будут внимательнее относиться к таким вещам. Например, звонит им представитель какой-то другой фирмы и говорит, вот я пришел проверить вашу газовую плиту. Жители ему говорят, вы знаете, я вот тут памятку почитал и увидел, что, оказывается, вы, вот, наверное, не совсем хорошая организация, вот есть другая хорошая. Представитель говорит, вы знаете, вот они вам врут, они с вас больше денег хотят. Вот так вот эта вот история и будет работать дальше. И люди, честно говоря, я не уверена, что все будут делать выбор в пользу, там, одной компании, а не другой. Каким образом вообще как-то вот их обезопасить? Ну, вот понятно, что работа на грамотности проще. К сожалению, вот мы конкретно здесь вот сильной такой помощи оказать не можем, потому что вот то, о чем вы сейчас сказали, эта история, она и есть в городе. Есть некая другая компания, которая захватила такой порядочный кусок рынка, и они действительно так и говорят людям, да нет, с вас просто хотят больше собрать денег, мы вот вам все сделаем дешевле и так далее. У этой другой компании сертификат какой-то есть или нет? Нет, они есть, они занимаются этим все законно, но по качеству, как утверждают специалисты, по качеству этой работы к ним большие претензии, к ним большие вопросы. С ними тот же там и облгаз судится, вплоть до судов там уже доходит, и там постоянные разборки. Ну, никак, только вот я единственное, что спросил у тех представителей, которые приходили, я говорю, а как вы повышаете грамотность наших потребителей газовых, да? Вы лично, если вы работаете на этом рынке, делайте так, чтобы вас знали, чтобы люди были каким-то образом подкованы в том, что должны проверить, как проверить, когда проверить. Ну, некую такую, раз вы работаете на этом рынке, ну, надо как-то это делать. Как-то же... И? И? И что они сказали? Так, покивали, сказали, да, мы понимаем, это надо, но опять же тут сразу же тысячи других вопросов. И в том числе и то, что как бы это потом не переросло все в конкурентной разборке. Вот этого вот меня тоже больше всего волновало. Меня, во-первых, там сразу мы так поулыбались, а почему пришла именно эта компания, а не пришли там другие компании. Но при этом мы понимаем, что если бы пришли все компании, то это была бы перекладка друг на друга. Нет, ты, нет, ты плохой, нет, ты плохой и так далее. В том числе, кстати, договорились, что будут некие семинары для старших по домам, старших по подъездам и так далее, где с помощью общественной палаты будут привлекаться специалисты, и старшим по домам будет рассказываться и вести с ними вот та самая образовательная работа, это и то уже какое-то... Ну хотя бы по тому перечню работ, которые должны быть сделаны у вас, той организации, которая пришла. Ну и дальше уже, как вы разбираетесь, насколько она сертифицирована и прочее. Владислав Крысов, в нашей студии. Ну вот к теме мусора мы сейчас переходим, пять минут у нас до перерыва. Александра спрашивает вас, такое чувство, что вы не против мусорной реформы выступаете, Влад уже высказывался у нас и в других средствах массовой информации, а против конкретных людей, министров Албегова и Редькина, депутата Шихова. По поводу коррупционеров это не я должен дать ответ, но совершенно очевидно, и это указывают многие люди и общественники по поводу некой заинтересованности, что у нас занимается и сбором, и вывозом, и переработкой люди аффилированные, фирмы аффилированные. Связанные друг с другом. Определенному человеку. Коррупция это или нет, я ни в коем случае не имею права говорить это, пусть скажут органы и следствия. Если будет проверка УФАС, возможно и УФАС скажет свое слово. Я знаю, что сейчас есть в прокуратуре принято к рассмотрению несколько заявлений людей. Считаю ли я, какая-то это компания против отдельных людей, которых перечислили. Нет, потому что просто эти люди, они оказались в центре всей этой истории. И к ним, естественно, вопросы. То есть, если ты назвался... К людям, которые озвучивали. Да, если ты назвался груздем, ну, простите. Давайте будем как-то тогда отвечать на эти вопросы. И мне очень... А почему с метра, не с метра, это, я думаю, нам сейчас не хватит до перерыва объясниться. Но я вот просто скажу, я, допустим, вчера видел чудесный, замечательный сюжет по одному из российских каналов федеральных. Там показывают, как все здорово в Ярославле. Там работает мусоросортировочный завод, там работает мусоропереработка, там прямо... И там говорят, а вот такое по всей России. Я сижу и улыбаюсь. Вот поэтому, наверное, я и высказываюсь. А в Ярославле с метра или с человека платы? Вот, честно говоря, я не вдавался в подробности. Хорошо, мы потом посмотрим. Я про переработку и про сортировку. Прямо заводы красивые показали. Они молодцы, они уже построили. Вот, но к вопросу с метра или с человека все-таки придется нам обратиться, потому что на прошлой неделе появилась эта информация, и на позапрошлой она тоже озвучилась в нашем эфире. И я думаю, люди, которым принесут первые платежки, вот буквально там через неделю, дней через 10, они тоже об этом задумаются. Потому что, как выяснилось, льготы и перерасчет за отсутствие тебя на своих квадратных метрах, например, летом, во время отпуска, во время поездки на дачу долговременной, там, я не знаю, отбытия в санаторий, еще куда-то. Это не важно совершенно, что тебя не будет, и ты не будешь производить мусор. Ты все равно будешь за него платить, потому что перерасчет сделать невозможно. Общественная палата вот этим вопросом, а планирует заниматься или нет? Потому что пока, конечно, зима, и, может быть, это не кажется актуальным, но лет уже близко. И жалоб, я думаю, будет достаточно. Жалоб будет достаточно. Конечно, если будет достаточно, конечно, будем этим заниматься. И вообще, вот, тоже отвечая на вопросы человека, который мне задал его, да, почему там метры, почему не люди, вот, если честно, мне с метров платить выгоднее, мне получится платить меньше. Но справедливость, какая-то элементарная справедливость должна быть. Я не за метры, не за человеков, я за справедливость. Потому что вот то, что вы озвучили, это сейчас столкнется очень много людей, которые действительно по полгода живут на даче, еще где-то. И как Ярослав Михайлов написал, как коллега... А за вылаз мусор на даче они, между прочим, тоже будут платить? Они будут платить дважды. Вот в том-то все и дело. Даже если я, как законопослушный гражданин, или там, вот, допустим, у меня теща уезжает, и я попрошу ее временную прописку сделать там и так далее, но ей все равно придется платить и за городскую квартиру, и за то, что она живет у меня на даче. Она будет и там, и там платить, где здесь справедливость. Вот именно поэтому, все-таки, из двух зол выбирая, поэтому мы и говорили о том, что нужно брать с человека. Человек может... А вы не знаете, вот движение вообще в этом вопросе, оно какое-то есть или нет? Потому что недели две примерно назад говорилось о том, что, возможно, пересмотрят все-таки эту схему. Я не слышал по поводу того, где это говорилось. Движения идут в общероссийском масштабе. Я так понимаю, движение у нас пока заключается только в том, что давайте посмотрим, что там произойдет. В некоторых регионах уже главы, читал я, умудряются менять решение, то есть вот решил, что будем платить по-другому. Как у нас это будет? Вот каких-то серьезных движений я не вижу, значит, на мой взгляд, их нет. Но это лично мое мнение. Может быть, они где-то и зреют эти решения. Пока я вижу какие-то ответы, совершенно непонятные, не предусмотрено законом, это федеральное законодательство и так далее. Хотя много здесь, что отдано на откуп регионам, регионам, в том числе наши депутаты областного законодательного собрания, могут свои коррективы внести. Но у нас пока вот тишина и все. Я напомню, что и общественная палата тоже может каким-то образом внести законодательную инициативу. Но я, правда, не знаю, регулируется ли это решением именно ЗАГС собрания, или это все-таки будет постановление какое-то правительство. Но как минимум, какую-то рекомендацию, наверное, можно будет иметь. Да, и жалоб просто очень много. Вот сейчас, если они все... Я просто скажу, что у меня в личных сообщениях множество жалоб. Я уже не знаю, что людям отвечать. Помогите составить исковое заявление. Я плачу, я не живу, у меня столько метров, а живет нас там два человека. Я людям пытаюсь объяснить, я не юрист. Я точно так же выражаю точку зрения. И я, к сожалению, там, ну вот кто-то откликнулся из юристов. Я разместил на своей страничке исковое заявление. Там одних просмотров под три тысячи этого искового заявления, сколько их подано. То есть, и все это... И об этом говорю я. Я не для того, чтобы тут какую-то смуту повесить на наш регион. А я просто хочу показать, сколько недовольных людей. Потому что, я так понимаю, не все это видят. Сайт Купри-то вообще закрыл все комментарии. Ну да, слишком активно кировчане высказывали все, что думают. Владислав Крысов в нашей студии. У нас впереди небольшая реклама. После вернемся с еще несколькими темами. Программа «Особое мнение» продолжается. Владислав Крысов в нашей студии напоминает тем, кто только что подключился. Мы продолжаем с городскими темами. Еще одна важная история случилась в конце прошлой недели. Мнение по ней я бы хотела у тебя спросить. Фактически, как я понимаю, городские власти признались в том, что имеют намерение все-таки снести Большой Кировский трамплин на Филейке. И это такая давно уже тянущаяся история с объектом, который, с одной стороны, всем нам дорог, особенно, наверное, людям старшего поколения он дорог, потому что построен он в 1951 году. И тогда, когда он был построен, это был самый высокий трамплин, насколько я понимаю, в стране проводились соревнования, в том числе высочайшего уровня всесоюзного. Последние несколько, не лет даже, наверное, десятилетия последние он ветшает, и сейчас уже пришел в такое состояние, что проще разобрать и выбросить, чем ремонтировать, как я понимаю. Ну, вот такой чемодан без ручки. И нести тяжело, и выбросить жалко. Ну, чемодан без ручки, это да, я абсолютно согласен. И здесь, к сожалению, несколько поколений, скажем так, руководителей города в этом принимали участие. Поэтому вот нынешней администрации города, ну, точно вряд ли это уже поставить в упрек. А то, что его, видимо, придется снести, ну, это, видимо, да, потому что это очень жаль. Я сам в детстве туда ходил и смотрел, и прямо с завороженным духом вот так вот, как это, летающие лыжники там парят. У меня одноклассник там занимался, это да, это наша история, но сейчас что-то с ним сделать, мне кажется, уже тоже нереально. До того, как его запустили, до того, до чего его довели, это вся та же самая история, которую чуть было не сделали с парком Победы. Это все та же история, которая у нас чуть было не развилась на стадионе Динамо. То есть стадион Динамо тоже, если не ухаживать, даже деревенский дом, если ты в нем не живешь год или два, и там не топишь и не огребаешь снег и не убираешь с крыши, то он, простите, у тебя, он умирает дома. И здесь точно то же самое произошло. То есть не было хозяина? Не было хозяина, никто не следил. Не было хозяина, никто не следил, вот у Динамо стадиона был хозяин, но у меня такое ощущение, что его тоже целенаправленно и специально доводили до такого состояния, что потом в одно время начались разговоры о том, что давайте-ка его снесем и поставим здесь торговую площадь. Помните такие были разговоры? Были такие разговоры, да, но они еще тогда преподносились, по-моему, как возвращение некого исторического облика, нет? Я путаю что-то? Ну, одна из сторон, скажем так. Ну, благо нашелся человек, который сказал. В некоторых городах вы видели историю, что такие же истории с трамплином, они находят инвесторов, и инвестор умудряется реанимировать сооружение. Но здесь, я так понимаю, речь идет о каких-то совершенно безумных деньгах. Здесь совершенно, потому что это действительно уникально. Появляется, что нужны какие-то там миллионы и миллионы, по-моему, 10, да, цифра называлась. Что надо на реконструкцию? Очень жаль, и дай бог это будет памятником нынешним руководителям, чтобы больше вот таких историй у нас не повторялось. У нас, к сожалению, очень мало чего появляется, но очень много что сносится. Надо ли вписываться в какую-то федеральную, возможно, программу вообще, я не знаю, есть они или нет, по реконструкции этого объекта. То есть, условно снос и строительство чего-то подобного. Вписываться нужно абсолютно везде. Ничего это нам, городу, не помешает к тому, что у нас уже ничего не осталось. Еще раз, вот я уже несколько раз говорил о том, что, чтобы сейчас отдать куда-то в бесплатную секцию ребенка, или просто в секцию, даже в некоторые моменты в платную, это уже нужно так голову поломать, что у нас не осталось ничего. Если у нас исчез трамплин, у нас исчезнет Динамо, у нас ШВСМ непонятно в каком состоянии, в подвешенном находится, я вот это на глазах все наблюдаю, потому что это у меня здесь рядом с моим домом, с вечным огнем. Раньше у меня был выбор, я мог пойти туда, сюда, в борьбу, в коньки, в зал в спорт, в баскетбол, в волейбол, чего только не было. Я где только не попробовал, и все это было бесплатно. Сейчас мои друзья, своих детей не могут ни в борьбу, никуда, у нас в округе ничего не осталось. Поэтому вписываться в любые программы, естественно, нужно. Вот, слава богу, появился легкоатлетический манеж. Это тут вообще, я не знаю, что за чудеса такие, но, тем не менее, подобные истории трамплина тоже не должны происходить. По крайней мере, эти фундаменты нужно уже закладывать сейчас, нужно решать что-то за стадионом Динамо и с этой же школой высшего спортивного мастерства. Поэтому очень жаль, что с трамплином, но, видимо, все-таки другого выхода, я согласен, наверное, нет. Придется обращаться. Видимо, да. Не знаю, правда, окончательное принято решение в администрации или нет, но, тем не менее, печально, что такая история наша городская более 60 лет, и вот она заканчивается сносом, разбором трамплина. Непонятно пока ни сроки, ни люди, которые будут этим заниматься. Еще одна тема, которую я бы хотела обсудить, но она такая очень короткая. Власти городские в очередной раз заявляют о том, что разгонят несанкционированную торговлю в районе центрального рынка. Очередное провели рейд, поговорили, повнушали людям, которые разложили товары на тротуаре, провели разъяснительную работу, называется это, и выписали некоторым протоколам об административных правонарушениях. Но я напоминаю, что у нас тут центральный рынок ждет реконструкция, по которой вообще непонятно, что будет. А люди там стоят, сколько я себя помню, столько и стоят они возле центрального рынка, и бабушки эти с грибами летом, и люди с вениками зимой. Не знаю, в очередной раз, насколько успешна будет попытка администрации. Ну, мне кажется, она никаких результатов не приняла. Это уже которая, я уже даже тоже сосчитать не могу, и даже когда я там работал с журналистами, много лет назад это снимали, и чуть ли не каждый год эта история возникает. А люди все стоят и стоят. Так и снова возникает вопрос, вы сделайте что-нибудь. Прежде чем отбирать, вы что-нибудь сделайте. Вы сделайте хотя бы этот же рынок, а потом говорите этим же бабушкам, бабушке, вот у вас место на рынке, а чего это вы здесь стоите, да? Вы сделаете вся эта история, когда у нас собирались сделать там то тут ярмарку, то там какую-то ярмарку. Но если туда эти бабушки не идут, так значит вы там сделали что-то плохо. Так может, в конце концов, возле рынка, там где бабушки стоят, вот как делается это в парках, когда по уму, да, сначала смотрят, какие тропинки протапливают люди, а потом их благоустраивают. Раз стоят там люди десятилетиями, ну сделайте вы им тогда более-менее цивилизованные какие-то условия. Берите с них за это небольшую денежку, ну раз они все равно тут стоят. Ну вот такие у нас почему-то шаги все время предпринимаются, и я тоже не могу этого понять. Либо вы сделаете что-то, либо вы сделаете какую-то цивильную, но вы предложите тогда людям, что, какой-то вариант, каким образом. А так получается, да, прибежать, шашкой помахать, причем это вообще такое абсолютно непопулярное решение. Я не видел массу кировчан, там, каких-то отзывов, которые бы сказали, о, классно вы разобрались с бабушками. Да, отлично. Молодцы, со снегом разберитесь лучше. Еще одна тема, но у нас две минуты остается на нее. Я хотела твоего мнения спросить по поводу решения, принятого в четверг Государственной Думой в первом чтении. Речь идет о нескольких законопроектах. Один из них вводит наказание за так называемые фейковые, новости, да, это публикация в открытых источниках, доступных большому количеству людей, какой-то недостоверной информации, прежде всего связанной с трагическими событиями. Ну, как я понимаю, там, пример приводится насчет крупной трагедии, катастрофы, ЧП, там, да, что на самом деле жертвы значительно больше, просто скрывается. И вторая история, очень важная всем, наверное, нам, потому что и в социальных сетях, и на форумах все мы так или иначе власть ругаем. Законопроекты вводят ответственность и средств массовой информации, и граждан за то, что они нехорошими словами называют представителей власти. Ну и все здорово. Я очень рад за всех. В прошлой неделе сказали, что вот этот вот новый законопроект в том виде, в котором он сейчас предлагается, может стать инструментом репрессии в отношении СМИ, в отношении отдельных граждан. Что ты думаешь по этому поводу? Я очень рад за наших филологов, например. Потому что сейчас, я так подозреваю, им будет много работы. А, дополнительный заработок. Конечно. Они будут в судах доказывать, было это ругательство или не было это ругательство. Во-вторых, я очень рад за нашу журналистику, которая сейчас будет развиваться и, скажем так, почитает Салтыкова-Щедрина и будет писать между строк. Будет выдумывать новые обороты. Будет выдумывать новые обороты. Это уже было, мы уже все это проходили. И все это мы успешно прошли. Ну, значит, я думаю, еще раз пройдем. Значит, надо тут у нас встряхнуть нашу журналистику, помочь нашим филологам. Вот на этом мы с Владиславом Крысовым заканчиваем сегодняшнюю программу «Особые мнения». Я благодарю гостя за эфир. Напоминаю, член общественной палаты, журналист, руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог был в нашей студии. Владислав, спасибо. Спасибо.